КОЛЕКТОРЫ 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 Если он завтра вступит в силу, в такой виде, в котором есть, коллекторские агентства год не смогут работать. Потому что законодатель указал, что чтобы стать профессиональным взыскателем, он должен просидеть в течение года в реестре. Вы запускаете, то есть целый год коллекторские агентства на сегодняшний день просто не смогут заниматься своей деятельностью. Олег уверяет, что его агентство с должниками работает без криминала, и клиенты самые разные. Недавно коллектор купил долг депутата законодательного собрания, теперь намерен его обанкротить. Подготовленный законопроект запретит Олегу и его коллегам названивать должнику после 10 вечера, психологически давить, оскорблять и унижать. Даже встретиться коллектору с клиентом можно будет только с согласия последнего. Закон также предусматривает с разрешением изыскателя встречи. То есть никто не захочет, будем говорить, на сегодняшний день идти, встречаться с должниками, чтобы потом за это нести какие-то правовые последствия. Штрафы за нарушения предусматриваются внушительные, до 10 миллионов рублей. Но давление на коллекторов может иметь обратный эффект. Во всем мире цивилизованные коллекторы – это неотъемлемая часть финансового рынка. Долги нужно отдавать. Если коллекторов совсем не станет, ставки по кредитам вырастут, уверены экономисты. Это все выражается на затратах по обеспечению кредита, и опять же в конечном итоге действует на потребителя увеличение ставок по кредитам. Госдума может принять законопроект уже этой весной. Скептики считают, что на первом этапе криминал отделить от взыскателей не удастся. Бандиты сменят вывеску и продолжат работать. Впрочем, даже сейчас государство имеет все возможности победить финансовых вышибал. Уголовный кодекс еще никто не отменял. Виталий Поляков, Михаил Масленников, Афонтова новости.